я прихорашиваюсь что меня так четвить я такая еще вся сонная сейчас провела в своем платном курсе тоже прямой эфир где мы тоже прихорашивались естественно как иначе как иначе так тех кто меня не знает тот кто только со мной знакомится я татьяна татьяна 46 лет мне уже так и говорят татьяна 46 да да это я это я это моя мое утп мое уникальное торговое предложение то что мне 46 лет и я обучаю тем техникам омоложение лица который считаю сама наиболее эффективным и показание показатель даже не мое лицо хотя мое лицо тоже показатель но основной показатель это достижение моих учениц которые у меня проходят курсы у меня есть курс фейс-контроль входят ко мне на массаж замучили меня с массажами это вообще катастрофа потому что я в пятницу уже не работаю видите какая сейчас сонная сижу вымученная потому что ко мне девчонки нон-стоп перед новым годом уже готовят лица записываться на массаж мы лепим личики красивые на чтобы быть к новому году красавицей ну вот я серьезно говорю что те кто хочет прихорошиться идите на мой курс фейс-контроль сейчас запись открыта я потом ее закрою сделаю другим потоком поэтому торопитесь в этот вот что еще вам рассказать сегодня мы будем с вами заниматься малярными мешками мне очень много пишут да суфы или малярные мешки они достаточно сложно убираются и я сама очень долго искала по запросу девчонок искала как же их лучше всего убирать они смотрятся они могут быть как у молодых так и у девочек постарше суфы они чем они дробят щечку вот так я прям так очертила мы работать будем здесь со скуловой связкой это именно скуловая связка она конечно скуловая связка достаточно важно как и все связки у нас она держит лицо на месте я все просто сонная видите какая немножко так и едите отвезла и отдыхают вот с кофе очкам тут с вами сижу сейчас я подкреплюсь подкреплю кофе очка давайте поехали значит скуловая связка как и все связки держат наши ткани лица на месте это как каркас на вот для статуи который гипсом бывает обмазывают делают каркас из этих проволок вот на скуловые связки проволоки кстати именно такого же эффекта пытаются добиться когда работают с нитями на и когда нити тут вкладывают но ставят нити вернее вот они тоже пытаются и как всех еще одну связку которая будет как каркас держать лицо на месте но я вам скажу конечно я против нити сразу скажу нет но иногда знаете очень много читаю отзывов косметологов некоторые бывают довольны нитями но я все-таки считаю это эффект временный потому что ну понимаете вот у вас лишний фиброз а ткани то лица менять то есть внутри получается как шрам то есть нить ткань себя защищает и начинает фиброзированную ткань вырабатывать и внутри шрам получается который тоже будет держать ткани лица на месте вот но дело в том что у некоторых вообще это бесполезно а у некоторых что она дано то держит на месте а через время лицо отекает опухает ткани лица все равно меняются и у вас получается еще одна зона высочайшего найти натяжение здесь как у бульдога будут вести дальше дальше щечки фу стерла 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 себя я не хочу на себя показывать но вот эти я иногда жертвую своим здоровьем просто чтоб вам что-то показать вот поэтому я бы конечно вот эти вот лишние фиброзы как убрать навещая века скажите пожалуйста давайте уже следующий эфир вы мне обязательно задавайте вопросы почитаю и просто следующий эфир мы это все устроим а сейчас все таки я хочу проработать суфы суфы или малярные очень красивая девушка как всегда прекрасно спасибо спасибо у меня с вами вот дома до явки своем домашнем прикидя сегодня отдыхаю поэтому все такая расслабленная и сонная так поехали значит мы должны с вами проработать вот эту скуловую связку она вот так держит лицо на месте но иногда из-за стрессов и из-за чрезмерных нагрузок и она перенапрягается и укорачивается тоже и вообще с возрастом скуловая связка из вот такого положения сюда вот опускается и уходит вниз и тащит за собой глаз ну во первых нам надо делать массаж у массажа там несколько приемов ну вот кстати я там записала короткий ролик вам как памятник этот этот эфира тоже сброшу на youtube как обычно да вы можете вот так кстати и и прорабатывать я очень люблю интраорально прорабатывать интраорально мы выделали курс да у меня вообще шикарный курс идите идите пока он открыт пока запись открытая я не знаю когда я второй поток запущу но вот на первый поток еще ну там как там на самом деле все в записи я все равно всех контролирую контролируем вот так что идите в этот поток перед новым годом интраорально смотрите очень внимательно как он называется фейс-контроль как вам название это кстати мне подписчики придумали так не знаю кто из подписчиков могут подписчики мне голосовали придумали так смотрите сюда зашли связку взяли изнутри здесь аккуратно аккуратно держите так что не сминалась кожа и вот смотрите интроорально я не знаю почему иногда показывают интрооральный массаж или буквальный вот-вот обратите внимание бы так и начинают лозить вот здесь интрооральный смысл буквально в массаже انтраорального что мы работаем по слизистой послизистой я сейчас буду кричать и ругаться по слизистой мы работаем мы работаем по слизистой большим пальцем никогда никогда во время интерорального массажа мы не елозим по внешней части здесь пальцы просто придерживает как упор вот но это классический интероральный массаж то что показывают иногда иногда показывают у меня волосы встают и вот даже тут вот сидеют потому потому что я про возмущаюсь как можно при зачем тогда делать интероральный массаж есть другие приемы для массажа но во всяком случае я таких приемов не знаю вот то важно что мы работаем здесь просто придерживать здесь не не елозят никак так и вы связка начинают ратать изнутри достаем как бы немножко можем повыворачивать повыворачивать понятно что я говорю и вот здесь прорабатываем вот эту связку нам важно связку из залипшего состояния вылепить и сделать опять эластичной вот это у нас самое важно не пренебрегайте также вот всякими такими штучками например у меня есть такой для лица вибрирующая такая щеточка и она прогревает вот так вот взяли и прогреваете тоже ее и отечность убираете вот такими всякими массажа массажерами для чего массаж чтобы проработать скуловую связку которая дробит щечку на 2 многих вот ну вообще вообще весь этот комплекс глобально да сейчас накидаю схему что там делать потом по отвечающую на ваши вопросы мы обязательно мы прорабатываем и прям хорошо прорабатываем на моем курсе фейс-контроль так что кого беспокоит приходите там есть отдельный подробный подробный урок и мы прямо делаем так это мне значит это олзари щеточка для умывания нам вибрирует хорошо массирует и прогревает и там какие-то излучения даже не помню какое олзари я там скид ссылку давала мне кстати в инстаграме там есть целый так не просто прислали на пробу мне очень понравилось классно на самом деле тоже расслабляет конечно говорю в принципе мы все можем проработать и руками очень удобно всякими инструментами так смотрите и вот что еще я хочу сказать мы сейчас все про мешки мы работаем всегда комплексным то есть мы смотрите сейчас я буду намечать весь комплекс о прицепила потому что не бывает одного упражнения но почему когда в фитнесе до тренер горит хотите проработать ягодичную мышцу там приседать и показать как приседать но люди понимают да умом что кроме того чтобы проработать ягодичную мышцу и получить фигуру мечты ты должен делать весь комплекс да то есть ты должен и пресс и сош соблюдать и бегать и двигаться а почему когда в фейс-фитнесе я говорю что мы вот можем делать вот это упражнение на эту зону понятно же что одного упражнения недостаточно да или это непонятно что мы должны проработать шею чтобы не было отеков то есть проработать грудо-плечевой пояс то есть все проработать ну давайте сейчас я еще просто намечу что делать дальше мы берем я очень люблю кросс тейпы и тоже прям на связку они вот такие кросс тейпы работают с фиброзом а если хотите знать где заказать кросс тейпы пишите мне в личку только пожалуйста пишите мне в личку в инстаграме в инстаграме я вижу все у меня даже есть помощницы которыми помогает разбирать письма и она мне их иногда за меня даже отвечает помощница но всяком случае она мне присылать эти письма ей наговариваю ответы она толково пишет понимаете а в этом а в тик токе я не пойму все письма ну меня просто говорю у меня сил нет я же я же массажист я еще целыми днями не забывайте принимаю а сейчас на окном году селиться готовят а вот на сделали и вот так вот тоже спать для того чтобы они дефиброзирующий вот эти кроссики и они убирают здесь фибру эти залипание все мы приподнимаем и еще следите чтобы не было отеков а чтобы не было отеков мы должны что прорабатывать сами заднюю поверхность шеи удлинять обязательно грудинно-ключично-сосцевидную обязательно вот этот валик учитесь прокатывать я знаю мне все пишут что больно придите ко мне хоть раз на тренировку я вам прокачу и у вас он будет хорошо прокатываться когда мне некоторые пишут что это у меня такая кожа упруга мне чем берется то вас кожа не упруга у вас кожа там там все заросло и приросло кожи должно быть во первых у вас должны быть здесь мышцы у вас должна быть не кожа у вас должны быть мышцы да вот я сейчас покажу смотрите у меня хорошо прокачано на самом деле это зона вот видите как вот мышцы двигаются вот здесь должно с ногтями до неудобно поэтому массажиста нет ногтей смотрите во первых вот эту зону обязательно прокачивайте но это еще для чего надо для того потому что здесь все должно жить никакой залипающей кожи качайте прям как мужики вот вот это вот верхняя сейчас я уже пошла к тренажерному зала да вот это вот верхняя на вы должны не знаю видно не видно вот я поднимаю это хорошо во первых вот эти мышцы же они еще и грудь держат на месте грудь не падала ушами вот этими как там ушки с плане или там называют а когда вот здесь мышцы у вас будет декольте по-любому красивая и вот вы взяли да здесь он тоже вот вот этот валик проводите то есть и захватываете саму мышцу если у вас там только кожа которая вот как раз таки когда кожа там она как раз и прилипает кожа все очень хорошо прирастает отдирать и отдирайте не жалеть потому что если здесь приросло то от лицо текает однозначно привет всем привет видно видно спасибо ну вот поэтому вот этот валик прокатываете то есть каждый день работаете над удлинение мышц над раскрытием плечевого сустава да надо работаете над вращательной манжеткой плеча расслабляете верхнюю трапецию как больно попробовала сделать значит смотрите больно вам первый раз первый второй раз потом у меня девчонок бывает не 23 боли по болит ну так не сильно там внутри а потом перестает а потом у всех становится такое пластичное и даже не замечаешь и вот отекать перестали вот я просто вас прошу проверить не нас на слово потому что я веду очень много тренировок у меня прям группы группы идут по фейс-фитнесу вот и я знаю я вижу вот этот вот эффект то есть не только группы у меня же еще и онлайн марафоны онлайн марафоны раньше все часто проводил это сейчас у меня курс как не ножа а там вот на в онлайн-марафонах мне прям вообще много людей было вот а в курсе сейчас просто получается что я только только-только набрала курсы шва только запустила а вот в онлайн марафонах у нас прям эффект вот так вот прокатили и все а как попасть в группы сколько стоит такой хороший вопрос такой хороший вопрос спасибо большое значит ссылка в шапке профиля ссылка в шапке профиля либо напишите мне я пошлю вам на лендинг ссылку там несколько тарифов но в принципе они все отличаются друг там принципе определенная база есть они все отличаются продолжительностью набором например опять же если мне не доверяют просто еще берите за тысячу чтобы просто познакомиться что там в курсе это без обратной связи там есть два один для новичков это базовый курс там объяснение просто по технике что как делать но опять же без обратной связи просто уроки вот вы прошли там анатомия хорошо рассказывается уроки записи например там такие комплексы на собак малярные мешки там кстати в этой группе в этом курсе там нависшая века и в этом курсе прямо все как прокатывать каждый день каждый день прокатывать обязательно чтобы не залипло потому что так стресс и залитнет опять вот второй за тысячу тоже без обратной связи то у меня конечно туда приглашаю девчонок профессионалов ну как профессионал фиграфы мои профессионалы потому что они у меня идут каждый марафон вот каждый марафон ходили еще у меня этот курс берут девчонки которые ходят ко мне оффлайн на массаж то есть они у меня flight ходит еще и занимаются по вот этому курсу и добывает фейсфит на вейсфитнес ходят оффлайн и еще дома догоняют по вот этому онлайн курсу там именно комплексы там я уже не объясняю что делать а просто сегодня делаем такой комплекс завтра такой просто смотрим за тренером повторяем это за тысячу за 2000 за 2000 с обратной связью с анализом по фото но там доступ на дольше там тоже все что входит то есть все что входит в технике объяснений до за три и доступ на три месяца а за 3000 там тоже и анализ по фото и доступ ко всем урокам курса то есть их базовой и к вот этим комплексом и доступ на полгода но вообще у меня почти все кто берет за тысячу потом просят апгрейд до трех тысяч и доплачивают и идут на вот эти полгода так что в принципе вы можете пойти посмотреть за тысячу чё там а потом наверняка захотите увеличить пакет потому что мы все так сделали в этом потоке сделали так почти все так все на я на камчатах записи эфир я сейчас я на камчатке у нас большая разница во времени надеюсь это в записи есть вот этот эфир я закину сейчас на youtube канал я уже научилась скачивать их я на youtube канал все закидываю на курс face face контроль там вообще все в записи все там заходите в личный кабинет там все в личном кабинете и чат поддержки и неважно во сколько сколько времени ну там да там тоже есть прямые эфиры вообще я обещала прямые эфиры раз две недели но провожу чаще девчонкам я не могу их оставить без прямых эфиров а тут вообще эти девчонки не могу не подгоняешь нету прямых эфиров не занимается никто ну вы представляете ну всем нужно этот подгоню подгонять всех на одну что такое ну ладно это нормально так поехали про малярные мешки вы должны следить чтобы не было отечности отечность мы до проработали шею трапецию стабилизировали шейку смотрите на мобилизации шейки вперед назад с акцентом назад как будто бы вас здесь потянули за макушечку для того чтобы мы вытянули заднюю поверхность шеи задняя поверхность шеи здесь должна быть длинненькая понимаете а очень многих это как раз таки возрастное изменение шейка укорачивается и вот такая становится короткой такую короткую шею удлинить можно именно упражнениями эти упражнения опять же я даю на курсе это значит что лестничные мышцы вот здесь вот шеи зажаты и груди на ключи чемсосцевидная зажата из-за этого отеки а отеки при перенапряженной сколовой связки вообще противопоказаны потому что они еще она еще они еще больше выделяют вот эти малярные мешки вот у меня сейчас смотрится тоже какой-то мешок значит у я какая-то полупростывшую еще все цветокамеру еще в камеру так смотрится мне вообще кажется в камеру так плохо смотрюсь а мне еще говорят что ты там что-то там себе прихорашивала на прям хотя мне кажется и в жизни ну ладно поехали дальше так еще дальше следим чтобы отеков не было шейку приводим нормотонус соблюдаем питьевой режим смотрите еще очень часто когда я как массажист тоже работаю с скуловыми связками очень часто скуловая связка перенапряжена бывает с той стороны где и фасция перенапряжена то есть по шейке вот здесь я ищу вот здесь фасцию перенапряженной здесь и вот и по стороне шейки по одной или по другой они там сзади перекрещиваются подруг под противоположной лопаткой идет идут я там тоже прорабатываю фасциальные цепи еще еще бывает от этого перенапряжение так что у нас еще а упражнение еще я просто думаю что еще и упражнения делаем ну допустим по технике пиры тут мои любимые упражнения я на самом деле не нашла то есть мы работаем с с малярными мешками в основном массажем да и стабилизации вот здесь работа с апоневрозом черепа чтобы да не было отеков следим но вот этот массажик потом обязательно делаем но его только по крему делайте обязательно и так массаж мы сделали и упражнение нашла только одно а это упражнение по техники пост изометрической релаксации поставили пачку стульчики ладоней на на скуловую связку и мягким растягивающим движением верхнем и нижним веком закрываем глаз в течение пяти секунд нижним веком давим на верхние раз два три 4 5 прям напрягайте нижняя века так если у вас упражнение не получается вы новые нейронные связи пробуждаете и прям сюда импульс посылаете что нижняя века вы подтягиваете подтягиваете да и нижним веком прям глаз закрываете закрываете закрывать и давить 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 и прям вот команду себе команду и на самом деле у вас норм новые нейронные цепи наработаются и вы поймете как это делать Да, а вот здесь и в течение пяти секунд давите, 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 мягко расслабляете глаз и мягко отпускаете и здесь вот так вот прокатываете. Ну и, конечно же, лимфодренажик, да, таким образом. Да, и от лимфодренажились, отвели, от лимфодренажились. Вот, в общем-то, комплекс примерно такой, да, схему мы с вами набросали. Так, давайте еще какие-нибудь вопросики. Вопросики, вопросики. Вот вам и работа над малярными мешками. Ролик, единственное, что я только вот этого вам не накидала. А так ролик, схему, сейчас он там висит в ТикТоке. Еще я люблю кросс-тейпы, клеить сюда, у меня перенапряженные депрессоры. Депрессоры я тоже люблю пофиксировать. Все, красота. Давайте вопрос какой-нибудь задайте, я отвечу еще на один вопрос и пойду. Я сейчас поеду за детьми, и мы с ними, и бабушки. Устала я за эту неделю, честно. Я девчонкам на ресепшене говорю, ну не пишите мне массажа так много, ну не пишите мне так много массажа. А смотрю, а они опять не подназаписывали массажем. Вы инъекции делаете? Бесит меня этот вопрос. Честно. И вот кто что видит? Нет, я не делаю инъекции, я против них, представляете? Какая погода у вас, слушайте, сейчас шикарная. Тут у нас было похолодало, а сейчас в Анапе вчера было плюс 15. Вообще шикарно, солнышко и плюс 15. Но я, правда, все равно в теплой куртке, все равно как-то, все равно, знаете, там ветерок поклеит, повеет, ну очень хороший. Вообще, Анапа, конечно, сейчас прекрасно. Какое масло, маселка лучше взять для работы с Коэша? Любите, говорю. Берите, в принципе, любое подходящее. Можно по крему. Хотя вот у меня, например, крем так быстро не впитывается. Я наношу крем и во время нанесения крема делаю гуаша. Либо есть у меня массажное масло. Там, посмотрите, у меня сейчас в ленте в ТикТоке, я его продемонстрировала, по которому я работаю в своем массажном кабинете. Есть массажные масла, крема. Масла я очень не особо люблю. У меня, например, от них прыщи вскакивают. Я предпочитаю сыворотки всякие на масляной основе, либо какой-нибудь хороший массажный крем. Вот, посмотрите, вот в ленте я его продемонстрировала. Такой прям большой массажный крем, очень-очень классный. Вот прям нареканий ни у кого из клиентов у меня нет. И нету этих, ни прыщей, ничего. По маслу я не работаю. Вот прям не работаю. У меня дома есть масляные сыворотки. Я у Юлисы заказала вот сейчас. Не пойду я вам показываю, потому что у меня далеко стоит. Морщины под глазами. Обожаю. Анапа у нас минус 20. Да я вообще так рада. Говорю, я так устала в Москве с детьми. Вот честно, вот мне в Анапе с детьми намного, в миллион раз проще жить, чем в Москве. Я в Москве прямо устала. В Москве, конечно, хорошо, когда ты молодой, энергичный, там делаешь карьеру. Я очень любила жизнь в Москве в своё время. Но с детьми, понимаете, вот это вот, постоянно их одевать. Они там, пока одного оденешь, второй там упарился. Они начинают там, господи, надеваешь вот эти там. Хотя я там покупала хорошие вот эти комбинезоны. Там Рэйма, Кэрри такие, чтобы с мембраной были. Но всё равно их долго. Их долго одеваешь. Потом, а там, знаете как, улицы-то чистят. А мы жили, у нас, знаете, где я живу? На Рублёвском шоссе. И там как бы вот Рублёвское шоссе идёт. И у нас там такой, вот кто знает, там Олимпик Стар. И там у нас прям парк, там, конечно, классно. Но во дворах не всегда прям чистят. И то есть дороги-то чищены. А во дворе ты, я для детей до садика не могла довезти. Садишь в эти санки, идёшь там, ноги скользят. Пока их докатишь, двоих до садика, чтобы хоть что-то делать. Любое передвижение с детьми, это вот, знаете, всё равно ты в проб... Хотя у нас там сделали хорошую развязку уже, но всё равно ты в пробку попадаешь. А здесь, конечно, легче. Везде пять минут, жизнь на море с детьми, конечно, хорошо. Я в Москву, наверное, вернусь. Ну, уже, наверное, вот, ну, совсем-совсем попозже, когда дети вырастут. Так что я прям, ну, вот с детьми намного легче в Анапе. В частный садик мы здесь ходим. То есть в Москве частный садик дофига стоит. А здесь, в принципе, всё это более-менее. Так, почему от перетирания кожи становится плотнее? Вы, кстати, сами заметили этот эффект? Она действительно становится полотнее. Там просто пробуждается, мы активируем, активируем рецепторы всякие. Да, активируем подкожно-жировую клетчатку, и они начинают, ну, лучше заполняться. Вот, приподнимаем ткани, межклеточная жидкость начинает лучше циркулировать. То есть мы прямо, там же клетки так как слепаются, схлопываются, а мы их расхлопываем. За счёт кровообращения, да, становится плотнее, прям вот виски наполняются. Я тоже, когда начала первый раз делать, у меня вот виски тоже не брались. И были такие пустые, пустые были виски. И глазик приподнимается, так что вокруг глаз тоже, смотрите, опять же, вот, продемонстрируйте, как убрать морщины вокруг глаз, продемонстрируйте, плиз. Морщины вокруг глаз. Чтобы убрать морщины вокруг глаз, мы начинаем работать комплексно. Сейчас опять я начну. Понимаете, одного упражнения нет. Мы, опять же, смотрите, чтобы, я, кстати, по-моему, вчера говорила в каком-то из эфиров, то есть скукоживается височная, тянет за собой глаз. Скукоживается здесь, тянется за собой глаз, да. Чтобы расслабить, то есть круговая мышца глаза, заложник мышц вокруг. То есть мы начинаем работать над мышцами вокруг. Чтобы расслабить височную мышцу, мы должны, она увязана с жевательной мышцей, мы должны расслабить жевательную мышцу. Чтобы расслабить жевательную, мы должны нормализовать височно-нижнечелюстной сустав. Чтобы нормализовать, опять же, жевательный височно-нижнечелюстной сустав, мы должны расслабить заднюю поверхность шеи и грудинно-ключичную сосцевидную. Да, дальше уже к диафрагме и к тазаму дну я пока не иду, но я готовлю курс. Но это уже на самом деле не так глобально, потому что там, смотрите, тут есть два направления. Одни считают, что искривление идет снизу вверх со стоп, а другие считают, что от височно-нижнечелюстного сустава вниз. В принципе, и то, и другое они на равных. Но в любом случае мы работаем уже конкретно с вот этими частями. Вот, поэтому, да, все в комплексе. Конкретно, конкретно упражнение, да, что мы должны растянуть крепление круговой мышцы глаза. Вот вы погрузились, погрузились и саму растянули. По точкам красоты глаз идете, неоднократно показывала. И моя любимая перетирочка. Еще я тоже раздвигаю иногда и тейпы сюда девочкам ставлю. Потом надо смотреть, почему у вас морщины вокруг глаз. Бывают морщины вокруг глаз исключительно из-за височной мышцы. Бывают они из-за отеков. Бывают они из-за отеков, то есть вот здесь, из-за того, что скуловая связка ушла. А бывает из-за того, что просто у нас только все зажато, межклеточная жидкость стоит, и здесь кожа перерастянута. Стерлась с себя. И она уже истонченная. То есть здесь перетирка не поможет. Здесь вы должны убрать отеки. А чтобы убрать отеки, мы должны вот эту всю конструкцию расслабить. На курсе, на курсе все делаем. И анализ по фото вам лично говорю. А так вообще, говорю, вот эта перетирка моя любимая. Конечно же, добавьте крем с витамином С и с кофеинчиком. Говорю, у меня сейчас такой мешок смотрится. Мне кажется, у меня так не смотрится. Хотя может быть. Я же говорю, сегодня сонная и сонная. Вы онлайн почему-то выглядите моложе, чем в роликах. Слушайте, а я вообще везде по-разному выгляжу. Меня так задолбали. Вообще замучили. Ты там то прикрашаешь, то приукрашаешь. А в жизни кто-то говорит, а кто-то не говорит. Но мне вообще говорят, что в жизни я выгляжу еще моложе, чем во всех роликах и на всех фото. Но я на самом деле не знаю. Опять же, видите, какое освещение. Как свет выстроен. Вот я сейчас сижу на балконе при дневном свете. Да, как там снимаешь. Потом же я снимаю, не прихорашиваюсь-то в ролике. Я лишь бы какая вышла и снялась. Потому что если буду прихорашиваться, я вообще ничего не буду снимать. То есть мне некогда. Я же говорю, я же работаю, еще дети маленькие. Поэтому не знаю. Ой, на ютюбе. Ой, кстати, на ютюбе, по-моему, вообще страшно выгляжу. Уже ютюб, он же зеркально еще снимает. Он как там, по-моему, перекашивает лицо. Ну, когда там онлайн тоже курс ведет. Когда там прямые эфиры ведешь. Так что, ой, везде по-разному. Поэтому сложно. Ну, как вот мы все так, знаете. С утра выглядим там лучше. Кто-то лучше, кто-то хуже. К вечеру кто-то лучше, кто-то хуже. При разном освещении мы выглядим по-разному. С разным циклом мы выглядим по-разному. Поэтому тут тоже вот как бы тут такая, какая есть. Не знаю. Разная. Но то, что я выгляжу... Ну, а может, я не такая уж прямо красавица. Но выгляжу я действительно не сильно взрослая. Но, опять же, самое главное, что я делаю девчонок действительно моложе. У меня просто есть я... Всех, кто приходит ко мне на массаж, на курсы. Мы всегда делаем фото до и после. И всегда это колоссально. Фото после всегда намного лучше. Поэтому ко мне так много записываются, идут. Вот. Дело же даже не во мне, а в том, что я другим даю. Правильно? Какое у вас питание? Ужасное у меня питание. Плохое питание. Никакого зоши у меня нет. Колбасы. Сейчас наелась кофе и довольна. Плохо я питаюсь. Надо лучше питаться. Потому что фигуру я хочу себе сделать. Я поправилась на 10 килограмм. С этим Русланом он меня еще расслабляет. И я стала есть на ночь. Никогда в жизни не ела. А он говорит, потому что ты любимая. Ну, ему все нравится. Сиськи-то большие стали. Ладно, я все равно сделаю фигуру. Я сейчас занимаюсь три раза в неделю в тренажерном зале. Да. Вот. Еще сейчас массаж живота себе делаю, чтобы побыстрее массаж смоделировать себе фигуру. Прекрасная Татьяна. Спасибо. Если у меня сильно при пальпации ощущается плотный узел на скуле, ближе к носу. Здесь. Опять же, вы не путайте. Вот диолус бывает твердый. Мы его, конечно, все равно размягчаем. А так, смотрите, при пальпации попробуйте поразминать, насколько адская боль. Ну, постепенно проникайте. Но у меня бывало, что девчонки, господи, что у меня только не делали. И находили там... Если внутри кости вы кость хорошо прорабатываете, бывают очень болезненные ощущения. И у меня девчонки там находили, что там и киста была, и зуб там где-то у них какой-то там застоялся. И одна массировала себе у нее там кусочек, осколок зуба тоже вышел. Чего только не бывает. Ну, в общем, трогать себя надо. Обязательно массажировать надо. И иногда помогает предотвратить какие-то серьезные заболевания. Вот. Но стоит, если что-то очень серьезное чувствуете, сходить, конечно, к врачу. Да, потому что, говорю, всякие случаи всякие бывают. А если просто в тканях, то вы разминайте, постепенно проникайте, разминайте. Значит, там спазм, который надо прорабатывать. Либо фиброзное какое-то образование. Именно с этим мы и работаем. Потому что массаж мой бывает иногда очень даже болезненный. А выше это не на кости. Да, ну вот, прорабатывайте. Сколько времени надо уделять лицу в день? Возраст 41 сильно сильно. Боли нет от ткани. Да, вот прорабатывайте постепенно. Только уговаривайте свою нервную систему расслабляться. Сколько времени надо уделять лицу в день? Возраст 41 сильно поплываю лицо. Вообще, елозить постоянно лицо нельзя. Вы испортите и истощите ткань. Лучше всего идти на мой курс, где всё просчитано. Ну, рекламы дайте мне чуть-чуть. Приходите, в общем, на курс. Там просто у меня всё просчитано. Так что делай со мной, повторяй за мной, у тебя будет эффект. А так, конечно, просто вы элементарно умываетесь по схеме. У меня есть умывание в ТикТоке, допустим. Не переусердствуйте. Какую-то гимнастику сделали. Здесь же основное, что очень важно, смотря что у вас. Лицом, может, и не лицом вам надо заниматься, а грудью. Ну, в смысле, мобильностью грудного отдела. Там же очень сильно тянет, смотря что у вас. Так тоже вот так не скажешь. Да, я не могу. Я не знаю, кстати, сколько я лицом занимаюсь, я не знаю. У меня всё это автоматически. Вот, но тут надо и расслабляться, то есть соблюсти вот этот баланс расслабления и эти. Я вообще, кстати, не знаю, сколько. Я, наверное, слишком много занимаюсь, потому что я занятия веду. Так, буду стараться. Так, спасибо, буду стараться. Единственное, после перенесённого ковида сил не хватает. А дайте, дайте лицу отдохнуть. Тканем восстановиться. А потом постепенно начнёте. Не надо форсировать, не хватает сил. Значит, вас прислушиваться же надо к своему организму. Ну, и потихонечку втягивайтесь. Начинайте с минимального. Морщины на лбу. Как прорабатывать валиком? Покажите. Слушайте, я очень люблю. Морщины на лбу хорошо убираются. И с ними можно жестить. Их вали можно этим. Гуаша хорошо. Прям продирать. Тут же самое главное – отлепить фиброз. Ладненько, всё, пошла я. Всем удачи. Подписывайтесь на мой канал. Ну что, так, ладненько, всё, счастливо. Нескромный вопрос. Сколько вам лет? Ладненько, это 46 лет. Я, я, я есть, Татьяна, 46 лет, да? Вообще, мне ваши ролики очень помогли поверить в изменение внешности. А вы, кстати, пойдите в самое начало, я там хуже выгляжу. Даже вот если по мне смотреть, я тоже пока ещё хороши. А как у меня девчонки хороши, это вообще. Но я, видите, я не демонстрирую, я не демонстрирую у своих учениц сейчас до и после. Почему? Ну, раньше в марафонах я просила, да. А так, я, видите, ко мне-то платно люди приходят на массаж. Я же не могу показывать клиентов. Но я всех фотографирую. Слушай, у вас голос такой молодой, мне, честно говоря, не нравится мой голос. Какой-то он это. Уважаете Путина ФСБ? ФСБ. У меня второй муж в ФСБ работал. Детей пытался отобрать. Ну, я его, конечно, сделала. Сделала я ваше ФСБ вместе со Следственным комитетом. Не, ну, ФСБ тоже, конечно, я вообще думала, что если они будут помогать, пойти к начальству и на них нажаловаться. Ну, в принципе, там была тоже ещё та история. Так что везде люди разные работают. Да? Но в политике я, в политику я не везу. В политику я не лезу. Нашу страну мы строим тоже сами. Так, как считаем нужным. Я считаю, что многие вещи у нас, может, и получше даже, чем в Европе. Ну, вот, потому что в Европе я в своё время тоже много пожила. Мы со старшим сыном-то путешествовали достаточно. Очень много путешествовали. Сейчас в мире творится чёрт-те что. И мне очень хорошо. Сейчас живётся в маленьком городе Анапе на море. Я получаю удовольствие. А так в своё время я и на митинги, там, на болотную ходила. В Москве, когда жила. То есть я такая тоже из революционеров. Всё. Ушла я. А что с лицом? Я новенькая. Смотрите, вы новенькая. Заходите на мой YouTube-канал Татьяна Курчина. Я этот эфир туда закину сейчас. Угу. Дается мне человек стукачок. Вы на всех прямых эфирах один вопрос задаёте. Ну, да, такие тоже бывают. ФСБшники, так, кстати, тоже подселяют. Мне муж, бывший муж об этом рассказывал. Да-да-да. И через камеру снимают, и следят. Чё только нету. Чё только нету. Вот. Но, на самом деле, бояться не надо большого брата. Надо жить, дружить со всеми. Нормально всё. И в ФСБ, на самом деле, я вам чё тоже хочу сказать. Конечно, люди там разные бывают. Но если чё-то не то, и кто-то пресекает свои полномочия, что тоже бывает, идёте к начальству, жалуетесь. А и они наведут так порядок. На самом деле, порядок там. Вот. Так что, на самом деле, справедливость существует. Если есть какие-то лица, которые пресекают свои полномочия, превышают свои полномочия, вы их обходите, идёте выше, на них стучим, да, говорим, что вот эта личность мешает мне жить, и начальство с ними расправится. Честно, там, на самом деле, порядок. Я с этим очень хорошо столкнулась. Всё. Потому что, говорю, у меня бывший муж работал в ФСБ, потом, правда, он ушёл в адвокатство, потом это, и я знаю, как с этим можно работать. Всё. Всем красоты. Подписывайтесь на мой канал. Бесплатный марафон у меня на YouTube есть. Плейлист марафоны. А платный, фейс-контроль, там самые лучшие работающие техники. Всё, прорабатываем. Заходите. Работаем. Хорошим. Всё, пока-пока. Так, ушла? Плейлист марафон. Плейлист марафон. Плейлист марафон. Плейлист марафон.